Судя по всему, этот мальчик размером чуть больше пчелы. Согласно всем известным законам авиации, летать пчела ну никак не может. Во-первых, в этом мифе говорится не о пчеле, а о шмеле. Во-вторых, это миф. Данное заблуждение уже давно было изучено и доказано, что шмель летать может. Просто аэродинамика у него посложнее, и без камер замедленной съемки было тяжело изучить природу полета шмеля. Желто-черный, 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 желто-черный. Интересно, как он наденет этот свитер, если для крылышек здесь очень маленькие дырочки. Как эти крылья влезут вот сюда? Барри, пора завтрак кушать. Это... А, это мое новое режиме. Я сделаю в виде брошюрки. Ну как? Здесь указаны все мои способности. Куда не приду на работу устраиваться, там все в восторге. Ушам своим не верю. Ну-ка, ну-ка, дай-дай-дай, да, почитай, да, почитай. Ага. Так, выдающееся качество. Может писать двумя руками. Знает более 50 поз из Жожо. Владеет собственным кланом в викингах. А также имеет дворец 35 уровня. Блин, а пацан чё-то знает, чё-то знает. Викинги – это лидер среди экономических игр стратегии. Более 20 миллионов игроков со всего мира уже погрузились в суровый мир викингов, сражаясь с многотысячными армиями в реальном времени. Но викинги – это не просто битвы. Это также развитая система рейтингов и разнообразные соревнования. Мне безумно нравится стильная, качественная графика в игре и то, что можно выбирать снаряжение и стиль боя в своей армии. И всё это в одной игре. Отпусти бороду и наточи топор. Пришло время возглавить суровых викингов. Собери под своими знаменами могучих воинов и отправляйся с ними в бой. Северные земли – край, где храбрые ярлы сражаются за место под холодным безжалостным солнцем. Один викинг стоит сотни воинов. Но даже таким героям, для которых война – это просто забава, требуется поддержка союзников. Заручиться помощью других ярлов можно, вступив в клан или создав собственный. В тяжёлое время друзья пришлют караван с дарами. Каждый переход по ссылке помогает развитию канала. Качайте викингов именно по моей ссылке в описании и получите в подарок 200 голды, а также бесплатный щит. И ищите меня под ником Далкек. Балкек, по-моему, был занят опять. У пчёл, которым даровано способности летать без проблем, есть машины. Да они даже едут медленнее, чем пчёлы летают. А, ну ясно, у них ещё и абсолютно бесполезная система виражей для автомобилей. Как бы серьёзно, зачем? Вы с рождения, как пчёлки, упорно учились, чтобы упорно трудиться. Пчёлы, говорят, самим себе трудились, как пчёлки. Это всё равно, что говорить, будешь жить всю жизнь. Вот эта фигня вообще не имеет смысла. Так растягивают карамель в кондитерских, но никак не мёд. Крутые пыльцаны приносят в уле нектар. Он подвергается цветокоррекции, ароматомодификации, пузырикоудалению. Это звучит сверх странно, ведь пчёлы никакой цветокоррекции или ароматомодификации не делают. Они собирают пыльцу и нектар, затем частично переваривают её в одном из двух желудков. И для загустения мёда требуется время. Пчёлам даже приходится обдувать их крыльями, чтобы ускорить высыхание. Здесь проводятся раш-тесты защитных шлемов. Шлем от полного придавления? Я вас понял, спасибо, до свидания. А, шлем ещё и от ядовитых средств защищает. То-то у него противогаз. Для сбора капелек мёда, которые стекают по стенке чашек, позволяет сберечь миллионы. Чё? Для сбора капелек мёда, которые стекают по стенке чашек. Это бесполезнейшая работа в квадрате. Во-первых, чтобы мёд не стекал с краёв, нужно края чашек немного модифицировать. Например, для бутылок вина придумали вот такую интересную штуку. Слева бутылка с обычными краями, а справа специальная, чтобы вино не выливалось. Во-вторых, зачем? Там пчёлы. Можно ведь просто силиконовые пальцы нацепить на это колесо. В чём смысл? Конечно! Пчелиной профессии в основном мелко. Пчёлы не производят... Жареный мёд? Что это? Ведь вы останетесь на выбранной работе до конца своих дней. Одна работа до конца своих дней? На самом деле нет. Каждая пчела в семействе делает свою работу, это да, но она меняется в зависимости от возраста пчелы. Это имеет смысл, потому что, например, после семидневного возраста у пчелы начинает выделяться какая-то восковая фигня, из-за чего они переходят на строительные работы. Там улей чинить или соты строить. Так что нет смысла выбирать работу раз и навсегда. Пчёлы меняют её раз в неделю. Здесь рождается сладкая жизнь. Мозги вскипают! Смотрите, это эскалатор, который расширяется внизу. Интересно, как и зачем? Мы самое организованное сообщество на Земле. Мёд не годится для двигателя внутреннего сгорания. Столб и мусорка стоят позади Адама и Барри. Следовательно, в этом кадре они должны находиться здесь, а не здесь. На самом деле пчёлы медосборы поедают нектар, и тот хранится в одном из двух желудков. А при прилёте в улей другая пчела высасывает изо рта прилетевший весь нектар, и лишь затем они либо оставляют его про запас, либо кормят им личинки. Я расскажу тебе о работе мешальщика. Хватаешь мешалку, ведёшь её туда, крутишь сюда. Очко себе помешай. Мёд пчёлы не размешивают. Они сразу же помещают нектар в сотый, а после испарения воды густой сладкий нектар становится мёдом. Да и зачем им мешальщики, если у них сильно развита робототехника? Барри просто тыкнул ручкой на бумагу, и появился крестик. Пчёлам нужно, чтобы кто-то лишний заводил им крылья. Если кто спросит, то пчёлам нужно заводить крылья. Постойте, один цветок похоже движется. Как это? Ты обнаружил бродячий цветок? Как это? Пчёлы никогда не видели, чтобы люди не сли с собой цветы? Барри не сгорел во взрыве под высоким давлением. Ау! Что это? А сейчас, а сейчас... Это что-то дьявольское. Ты рофлишь? У вас самих в улье везде используется прозрачное стекло. Моя брошюра. Вот именно, в чём был смысл её рвать. И так можно было использовать. Привет! Извини. А! Ты говоришь? Да, я знаю... Сюжетная дыра, наверное. Пчёлы слишком малы, чтобы говорить человеческим голосом. Если у них и будут голосовые связки, как у нас, то пищать будут примерно так же, как их жужжат крыльями. Ау! Это как-то ненормально. Я говорю с пчелой. Следы от вилки пропали спустя пару секунд. Конец добирается до места. Ага. Забегает по ступенькам в церковь. Венчание идёт. У пчёл есть своя церковь. Если кто спросит, то у пчёл есть церковь. Там у иули, вон там. Отсюда видно. О, на овечьем лугу. Ванесса смотрит на парк через ноги, но в следующем кадре смотрит прямо уже без проблем. Откуда тогда этот взгляд? Паучихи не в моём вкусе. К 8 лапок и всё такое, но на лицо посмотришь. А в чём проблема паучих? У пчёл тоже много глаз. Причём три на лбу и два по бокам. Ты не переломишься, если сделаешь капельку мёда. Барри, а ну вылезай оттуда, отец говорит с тобой. Погрузившись в жидкость, вы вообще ничего не будете слышать, что вам говорят снаружи. Наверное тебе хочется ужалить этого идиота. Типа ладно, мужик идёт на красный свет и его чуть не сбили. Но тогда почему эта машина стоит, если ей горит зелёный свет? Рекламным проспектом супермаркета? Да. Они все страниц по 10, а пчела держит 75. Бред какой-то. Даже если толстой книжкой ударить пчелу, она не пострадает. Масса тела слишком мала, чтобы импульс тела сам себя раздавил. Поэтому насекомые могут падать хоть с небоскрёбов и не пострадать. А вот если придавить книгой о пол, тогда раздавят насмерть. И даже рекламным проспектом супермаркета. Что здесь медведка меня задери такое стоит? Как это тут оказалось? Мы делаем пчёлы. Я знаю, кто его делает. И сколько труда это стоит. Странно слышать это от того, кто за свою жизнь ни одну каплю мёда не сделал. Сколько труда это стоит? Надо греть, увлажнять, мешать, пока не дойдёт до Крелмана. Греть, увлажнять и мешать? Трижды мимо. Ну ладно, может дважды. Греть нафиг не надо. Пчёлы не греют свежий нектар, это незачем. Увлажнять это тем более не нужно. Свежий нектар, помещенный в соты, наоборот слишком жидкий. Пчёлы даже намеренно проветривают их своими крыльями, чтобы ускорить высыхание. Уже когда нектар достаточно загустеет, он становится мёдом. А что насчёт мешать, ммм, пчёлы иногда перемещают мёд из одних сот в другие. Затем запечатывают их собственным воском. Это не совсем перемешивание, но тоже неверно. Высоти головы из окна! В эфире общенациональной новости. Среды от дворников совсем не совпадают с движением дворников. Да, именно так выглядят пчеловоды, которые собирают мёд. Сидят и злорадствуют, унижая пчёл. Мы больше увлекались лаптой, читали книжки. Сколько же вам лет? В смысле лет. Пчёлы живут от одного до нескольких месяцев. У них в лексиконе в принципе не может быть такой фразы. Я помогаю ему подать на людей в суд. Что? Думаешь выиграть в Верховном суде? Я выиграю. Сегодня впервые в истории нам предстоит убедиться в том, что пчёлы тоже умеют говорить. Итак, дело номер 4-4-7-5, Верховный суд Нью-Йорка. Люди не могут судиться с пчёлами. Не, ну, дело в том, что сначала нужно признать пчёл как отдельный вид разумной жизни. И лишь на этом основании строить юридические права пчёл. Их конституцию, законы и так далее. Ну, кто знает, может у пчёл принято вешаться во время суда. Разве люди примут такие условия? Да, они присылают нам пчеловодов. Пчеловод. Не возьмёте же вы на работу пчелоосвободителей, нет? Нет. Капец фигню, сказал Яма. Пчеловоды не просто отбиратели мёда. Они как раз-таки занимаются разведением медоносных пчёл. Благодаря им популяция пчёл растёт. Благодаря им отпуляются многие растения. Если бы не они, то пчёлы бы уверенно вымирали. Плохой парень. Давайте раздавим. Признайтесь. Рэй опрокинул банку мёда и та разбилась. Но в следующем кадре нигде ни стекла, ни мёда не видно. Сутящаяся пчела. Пчёлы людям, отбзысьните. Студия зарубает фильм с участием лёд. Газеты с новостями сначала 8 июля 2007 года, затем 7 июля 2004 года, затем 3 марта 2005 года. А тебе нравится запах пламени? Гораздо меньше. Если поджечь туалетную бумагу, то она не сгорит моментально. Не то чтобы я проверял, я не проверял. Тогда откуда я это знаю? Только на неудачи в суде. Мистер Бенсен пчёл. Меня интересует... Помощник адвоката держал книгу, в следующем кадре сидит без книги. В пользу пчёл. Бонесса мы победили. Нарушение основ природного баланса порочно Бенсен. Производство мёда остановлено. Пища отменяется. Прекрадить опыление и сборник дара. Это... Надо же. Всё увядает. Если суд был в ноябре, а снег в Нью-Йорке ещё не выпал, значит прошло немного времени. За менее чем месяц вся экосистема не может быть нарушена, а растения не успели бы погибнуть. Для ощущения последствий нарушения баланса природы требуется больше времени. Какая славная брошка. Спасибо. Это мой талисман. Зачем прятаться на брошке, если можно просто залезть в карман? Не шевелись. Экстренная лодка спасения надувается в кабину пилотов. Самолёты специально сконструированы так, что разряд молний не проходит внутрь самолёта. Принцип как у клетки Фарадея. Защищены как пассажиры, так и электроника внутри самолёта. А, ну ясно. Пчёлы могут обогнать самолёт. Если кто спросит, то пчёлы летают быстрее самолётов. А, ну ясно. Пчёлы своими крылышками подняли весь самолёт. Ну, если... Если вас кто-то спросит... Я что, ку-ку? Или на самом деле этот самолёт летит как пчела? Радары работают не так. Они показывают объекты, а не его зелёную копию. Держать вниз! Квот задрать! Заходи с разворота! Садись, женщина! А, типа люди не заметили, что они летали под углом в 45 градусов. На лётном поле рассыпана последняя пыльца с последних цветов, оставшихся на всей земле! Да нет, почему? Есть растения, которым не нужно перекрёстное опыление с посредниками, которые опыляются благодаря ветру или людям. Кстати, да, ещё есть искусственное опыление, когда это делают люди. Так что без пчёл ещё какое-то время продержаться можно. О, да! Это наш Барри! Нет, не ваш. Мам! Пчёлки вернули! Сон, сон! Да, вот так. Именно вот так цветы преобразуются после опыления. Нормально. Воздушные змеи выше небоскрёбов. Вау. What? You like jazz? You like jazz? You like jazz? You like jazz?